Добрый день, меня зовут Юрий Гребенюк, я руководитель методического отдела домашней школы интернет-урок. Тем, с кем мы уже сегодня так дистанционно общались, еще раз здравствуйте, тем, кто присоединился, добро пожаловать. Вот, если первый вебинар был посвящен нашему взгляду на новую концепцию, концепцию новой школы и концепции школы будущего, то вторая часть посвящена скорее рассказу про то, как мы реализуем эту концепцию. И если в первой части, опять же, мы больше говорили про верхний уровень, про так называемые понятийные уроки, про уроки для родителей, общие уроки, то сейчас мы сконцентрируемся на втором уровне, это, скажем так, новый вариант изложения школьной программы, он принципиально отличается. Мы его назвали «эффективные курсы», из названия понятно, что мы считаем их более эффективными, чем стандартные обычные курсы в школьной программе. И сейчас мы поговорим, почему это так, на каком основании мы сделали такие выводы и вообще, чем они отличаются. Мы по-прежнему крупнейшая школа, если сравнивать с обычными школами, так и онлайн-школа в России. У нас учатся около 14 тысяч учеников, то есть мы имеем достаточно широкий охват самых разных детей из разных уголков мира и разного возраста, поэтому те эксперименты и те апробации, которые мы проводим, они, в общем, получают достаточно такое качественное подтверждение и имеют достаточно релевантную оценку со стороны пользователей. Мы можем, и презентативно являются для выборки школьников, поэтому, в общем, мы стараемся делать так, чтобы то, что мы внедряем, те инновации, те нововведения, которые мы внедряем, они предварительно прошли некую апробацию, повторюсь, то есть мы сравниваем результаты до и после, сравниваем результаты в разных контрольных группах, и только после этого принимаем решение о массовом внедрении. Так же было и с эффективными курсами, и о том, как это происходило, мы сейчас поговорим. Сначала напомню вообще, какие задачи мы ставим перед школой вообще, на наш взгляд, должны стоять, и какие конкретно мы ставим перед своей школой. Это, в первую очередь, сформировать мировоззрение, то есть мы не хотим учить математики, физики, биологии, а хотим учить жизни при помощи математики, жизни при помощи биологии и так далее. То есть наша основная задача – показать ребенку, что, во-первых, большая часть того, что он изучает в школе, действительно применимо, и он сталкивается с этим каждый день. Ну, я приводил пример неравенства треугольника, каждый сталкивается, когда хочет срезать и пройти не по дорожке, а по газону, ну и так далее и тому подобное. Такие примеры в любом предмете их очень много. К сожалению, в школе не так много внимания этому деляется. И наша задача, опять же, мы ориентируемся не на олимпиадников, не на тех, кто уже, ну, не только на них, и не столько на них, на тех, кто внутри предмета, кто уже преодолел вот этот допороговый вопрос, а зачем мне это надо, а мы ориентируемся как раз на обычного ребенка, скажем, на спортсмена или музыканта, который ему не захочет, к примеру, становиться биологом. Но наша цель, чтобы он закончил школу с уважением к биологии, как к науке, пониманием того, что он занимается чем-то полезным, и что люди, которые занимаются этой наукой, они важны, и они делают вообще нашу жизнь настолько комфортной, вот насколько она, какой она сейчас является в сравнении даже с жизнью, там, 50-100 лет назад. Это, кстати, со всех предметов, не только биологии, это как пример. Вторая задача – это научить учиться. Я подробно говорил в предыдущем вебинаре, здесь коротко напомню, что жизнь ускоряется, ускоряются изменения в жизни, и вряд ли возможна ситуация, когда человек, изучив какой-то один навык, получив одну профессию, он всю жизнь будет этим довольствоваться, этого будет хватать. Даже на рамках одной профессии развитие техники, развитие каких-то методов и умений, навыков, оно бывает интенсивным, и приходится переучиваться. Это касается любой сферы, от медицины до любого станкостроения, или какой-то крупной промышленной деятельности. Ну и здесь под научить учиться мы подразумеваем алгоритмы. Не знание, просто набор знаний, использование памяти как ресурса, а вот именно обучение алгоритмам. То есть, когда пример приведен, здесь мы в школе учим достаточно маленький по размеру объем памяти, нам нужно, чтобы запомнить таблицу умножения. Мы учим, как умножать числа в столбик, этот алгоритм. И дальше мы любые два, какие бы большие числа ни были, мы можем в столбик умножить. Ну, конечно, сейчас это делают калькуляторы машины запрограммированные, но в целом достаточно небольшого объема нашей памяти, если мы знаем алгоритмы. И тогда мы можем производить гораздо больше действий, чем если мы просто запоминали таблицу умножения любых 3, 5 и так далее, 10-значных чисел. Ну и, наконец, одна из важнейших задач школы – это, конечно, научить человека принимать решения в жизни. Много решений приходится принимать. Они есть рациональные, скажем таки, статистические, вероятностные, которые можно просчитать. Есть решения вне логические, скажем так, эмоциональные, может быть, назвать их иррациональными, то есть, которые мы не просчитываем, а скорее интуитивно принимаем или на основании нашего жизненного какого-то опыта или представлений о том, что правильно, что такое хорошо, что такое плохо. И самое главное – научить человека нести ответственность за принятые решения, потому что мы часто, можно сейчас наблюдать, особенно в период каких-то сложных ситуаций, когда люди не хотят нести ответственность за свои действия, они перекладывают, стараются переложить ответственность на кого-то другого. Ну, сейчас яркий пример – это кредиты какие-нибудь или еще какие-то ситуации, когда человек совершает некий поступок, но потом не просчитывает риски, которые возможны, и хочет предложить ответственность за эти риски на других участников этой схемы, неважно, банк, государство, другие люди и так далее. То есть, понятно, риски хочется разделить со всеми остальными, а в случае это если негативные, а позитивные хочется сконцентрировать на себе. Вот за то, чтобы научить человека правильно принимать решения и нести за них ответственность, вот это одна из основных задач школы, на наш взгляд. Опять же, коротко, что мы предлагаем – это сквозные идеи, то есть преподавание не конкретных фактов, наборов фактов, а сквозные идеи, алгоритмы, модели, эквивалентность, сложность – это перечислены примеры тех идей, которые есть практически в каждой дисциплине, и, конечно, правильно изучать именно их, потому что это есть те самые идеи, которые сформируют мировоззрение человека и помогут ему в дальнейшей жизни. Второе предложение и второй ресурс, который у нас есть – это индивидуализация образовательного процесса. Поскольку мы работаем в онлайне, в дистанционном образовании, то мы имеем возможность у каждого ученика есть свой учитель, что имеется в виду, что когда ученик включает видеоурок, он всегда может нажать на паузу, он может… У нас есть такой механизм, как ответвление, то есть он может посмотреть некую дополнительную информацию при желании, если ему это интересно, не отвлекаясь от основной суть урока, а потом вернуться к основному уроку. А может не смотреть, зависит от того, есть у него такая потребность, интерес или нет, и так далее и тому подобное. Можно выбрать, сколько тестов ты будешь решать, сколько тебе нужно прорешать на упражнении, прежде чем ты перейдешь к выполнению домашнего задания, когда ты сам почувствуешь, что ты готов. Образовательный процесс становится очень индивидуальным, и, конечно, в эту сторону движется весь рынок, и мы в том числе, поэтому это надо оценивать не только с точки зрения того, что мы можем так делать, главное, что это правильно. И действительно, конечно, каждый человек индивидуален, он по-своему воспринимает информацию, и это нужно учитывать. И обычная школа даже не по ее вине, а в принципе практически лишена возможности вот такой индивидуализации. Кроме того, мы выступаем за изменение содержательных программ, содержание образовательных программ, имеется в виду, мы хотим говорить не только о форме, это видео уроки, это онлайн образование, но и о содержании, об этом, к сожалению, очень мало говорят, в том числе и другие образовательные площадки. Вот нам кажется, что содержание многих программ, оно не менялось на протяжении большого количества лет, либо оно изменялось таким образом, просто добавляли новую информацию, как будто бы память школьника бесконечная, это такой бесконечный ресурс. Вместе с тем, важные вещи, вот я приводил примеры в математике, это может быть теория вероятности, теория игр, то есть те отрасли, которые сильно развились в последнее время, и те, которые действительно помогают в принятии решений, в моделировании различных ситуаций, а про них в школе практически не говорят. И кажется, что это неправильно, эту ситуацию нужно изменить. Опять же, увеличение ресурса такого, как свободное время родителей, технический прогресс и развитие цивилизации привело к тому, что у людей действуется гораздо больше свободного времени, достаточно, опять же, проанализировать активность в соцсетях, просмотр различных сериалов и так далее. И многие бы готовы были использовать этот ресурс для того, чтобы помочь своим детям. Кто-то использует, но мы часто слышим жалобы на то, что я бы и хотел помочь, но забыл, что такое пудническая война или логарифм, или вегетативное размножение. Давайте, помогите нам, о чем нам разговаривать с детьми. И мы этой задачей тоже занимаемся, мы считаем, что это очень важный ресурс, который нужно правильно использовать. Ну и про задачи и цели государства в данной ситуации. Нам кажется, что правильно, чтобы государство занялось разработкой именно стандартов качества и контролем за результатом обучения в школах. Это кажется, что это будет правильным и поспособствует развитию рынка, в частности, онлайн-образования. Повторю эту картинку. Она иллюстрирует наш подход к тому, как правильно излагать тот или иной материал. Ну вот, в частности, каждый наблюдает, каждый день ребенок, да и любой человек практически наблюдает, как струя, которая течет из крана, она внизу распадается на капли. И на самом деле это очень легко объясняется, если объяснить, поговорить про равноускоренное движение, что капли движутся с ускорением, и даже небольшое расстояние между ними, исходное, будет постепенно увеличиваться. Естественно, рано или поздно какие-то капли окажутся слишком далеко друг от друга, и струя разорвется. Вот ребенок, который один раз послушает это объяснение подробно, с примерами, естественно, он будет каждый день наблюдать его, и вот тот случай, когда повторение мать учения, он будет работать здесь на то, что человек всегда будет помнить, что такое равноускоренное движение, и в чем его особенности. Вот еще пример про цвета. Если мы в темноте смотрим, говорят, ночью все кошки серы, в целом цветов нет, то есть когда у нас нет солнечного света, мы видим все в серых тонах, то есть практически не различаем цветов. А на Солнце все объекты приобретают различные цвета. Ну, собственно говоря, вот простое доказательство того, что все цвета содержатся в белом свете. То есть это тоже такой пример, с которого можно начинать из вложения материала по физике, по волновой оптике, и такой простой, главное, часто встречающийся в жизни пример или наблюдение всегда будет способствовать запоминанию того, что учитель хочет ребенку рассказать. Теперь подробнее про то, что делаем мы. Еще раз, три уровня. Это вот верхний уровень, это школа для родителей или школа за 150 уроков, как мы ее называем. Это общие обзорные уроки, в которых, конечно, не рассказывается про то, как решать рациональные или логарифмические неравенства, но общие идеи, что такое логарифм, где он встречается, зачем он нужен, где применяется. Вот эти идеи разложены, там изложены, подробно описаны. И вот, например, всю школьную математику, таким образом, нам удалось рассказать за 20 уроков. Это те уроки, просмотрев которые обычный взрослый человек сможет потом понимать, о чем ему можно разговаривать со своим ребенком. Второй уровень – это школа, мы ее, опять же, условно называем за 600-800 уроков, те самые эффективные курсы, про которые мы сейчас подробнее поговорим. Это уже непосредственно школьная программа, она соответствует требованиям в ГОС, она соответствует содержанию образовательных стандартов, но мы использовали другие подходы, как к изложению материала, так к его компоновке, как к формированию. Нам удалось значительно сократить объем и количество уроков, мы сейчас поговорим за счет чего, мы назвали их эффективными курсами. Ну и третий уровень – это уже отработка практических навыков, а именно специальные тренажеры, проходя которые, человек может сам постепенно дойти до понимания того, как решаются те или иные различные задания. Ну вот, еще раз, уроки для родителей, та же математика за 20 уроков, про которые мы говорили. По материалам этих уроков мы хотим сейчас издать такой учебник по математике. Учебник – это слово, конечно, ассоциирующееся несколько с другими видами книг, но мы его так условно называем, вот пример, просто иллюстрация к одной из глав этой книги про умножение на ноль. Часто говорят, что на ноль делить нельзя, на самом деле, конечно, это большая такая педагогическая ошибка, конечно, делать можно все что угодно, можно и пальцы в розетку засовывать, вопрос только, что после этого будет, и зачем это делать. Вот то же самое с делением на ноль, на самом деле, просто его не определяют, потому что, как бы мы его не определили, ничего хорошего не получится, просто нарушатся все остальные свойства, которые мы получили для других чисел. Вот по-другому умножение на ноль – это уничтожение информации. То есть, когда мы умножили обе части, или вообще что-то умножили на ноль, мы информацию стерли. Поэтому задавать вопрос, что такое 3 делить на ноль, это спрашивать, сколько раз в числе 3 будет содержаться ноль, то есть пустота. Ну, понятно, что ответ, в общем, сколько угодно. Хоть бесконечность, хоть ноль раз. Ответить на этот вопрос однозначно нельзя. Ну, поэтому деление на ноль и не определяют. Но вот таких педагогических ошибок, когда просто в качестве императива запрещают, говорят, делить на ноль нельзя. Не объясняя почему, или объясняя через чисто математические какие-то формулировки, вот таких ошибок мы хотим избежать, мы хотим в этом учебнике рассказать как раз, как на наш взгляд правильно излагать те или иные школьные темы. И мы рассчитываем, что вот как раз для родителей, а также, может быть, и для школьных учителей этот учебник будет полезен. Мы сейчас над ним активно работаем, уже в такой, скажем так, завершающей стадии, черновый вариант написан, идет уже такая чистовая обработка. Уроки для родителей сделаны не только по математике, они сделаны и по обществознанию, специальный курс, также по литературе разобраны различные произведения, показан альтернативный взгляд на то, как можно воспринимать те или иные произведения, какой взгляд может быть на те или иные поступки главных героев и как можно к ним относиться. Ну, а теперь, собственно говоря, к эффективным курсам. Можем перейти подробнее. Здесь приведен пример эффективного курса по алгебре 7 за 15 уроков. Обычная школьная программа подразумевает, вот у нас на сайте есть видеоуроки, записанные по стандартному курсу, вот обычная школьная программа подразумевает 50-60 уроков на изучение алгебре 7, за счет чего достигается такое уменьшение и вообще может показаться, что мы просто выкинули какую-то часть программы, ну и вот так получилось. На самом деле, конечно, нет, мы ничего не выкидывали. Мы, конечно, содержание оставили точно таким же, как и было. Мы поменяли порядок тем, потому что некоторые темы, изложенные в школе, очень оторваны друг от друга и нелогичны. Ну, приведу пример. В геометрии, например, рассказывается в 7 классе про равенство треугольников, и только в 8 и 9 подробно изучаются подобие и теоремов Алиса, и вот все эти вещи. Хотя на самом деле, конечно, в природе и вообще в жизни мы сталкиваемся скорее с подобными объектами. Когда мы монеткой закрываем Луну, это просто потому, что по форме и то, и то окружности, и вот за счет разного расстояния до этих предметов, они друг друга, их видимый размер совпадает. На самом деле, если бы Луна, естественно, больше, но вот наше зрение устроено таким образом. Естественно, равенство – это не отдельный какой-то случай, и более того, не очень логично начинать с него, потому что вообще говоря, с подобием, опять же, мы сталкиваемся с детства, пропорции знает каждый ребенок. Когда рисует дом, он рисует одну стену, проводит по бумаге вертикально, например, и дальше длину второй стены уже выбирает таким образом, чтобы она была похожа, соотношение было похоже на соотношение стен реального дома. То есть пропорция каждому знакома, как знакомы, например, и домохозяйкам, или просто хозяйкам, которые готовят еду и с рецептами разбираются, они точно знают, что если на литр молока нужно один яичный желток, то на 2 литра, наверное, нужно 2. И пропорция – это очень простая и понятная тема. Значит, подобие, как пропорция, это математическое выражение для подобия, тоже вполне понятно, что есть предметы похожие по форме, есть непохожие. Но, естественно, равенство – это просто частный случай подобия, поэтому разрывать эти темы в изложении абсолютно нелогично. Ничего принципиально отличающегося в равенстве и подобии нет. Да, там есть формулировки, есть признаки, они немножко различаются, и то можно, в общем, провести параллели. Но в целом мы считаем, что рассказывать эти два свойства, треугольник, или две информационные модели в разных классах, уж тем более в разные года обучения, это неправильно, потому что для ребенка это будет означать, что это две разные сущности, раз они так разнесены по времени. А на самом деле, конечно, это все одна и та же сущность. Да, похожесть предметов по форме и по размерам. Пропорциональность размеров, если размеры равны, то есть коэффициент пропорциональности равен ниц, мы получаем равные объекты. Вот таких примеров очень много. В алгебре, например, это могут быть свойства степеней, в учебнике это формулируется отдельно с умножения степеней, с одинаковым основанием, деление степеней и так далее. Хотя на самом деле, если ребенок понимает, что степень – это всего лишь короткая запись умножения, как умножение – короткая запись сложения, и он понимает, что а в степени n – это а на а на а и так умножить на себя n раз, то все свойства для него выводятся, их не надо даже запоминать. Они просто настолько очевидны и просты, что сверху 5 раз а встречается, а снизу 3 раза а встречается в дроби, то, наверное, останется 2 раза по а. И делать отдельные уроки по каждому из этих свойств, это опять же фактически в понимании ребенка разносить, это как будто бы это что-то принципиально отличающееся друг от друга. Мы считаем, что это неправильно. Благодаря перекомпоновке тем, объединению, потому что какие-то темы очень излишне разжеваны в школе, прямо настолько, что это даже мешает, скорее, восприятию, чем помогает. Кроме того, естественно, в дистанционном образовании есть много плюсов, которые мы здесь использовали, потому что в школе очень много времени тратится на решение всяких административных, технических вопросов, успокоить класс, проверить домашнее задание, провести опрос. Здесь у нас это все решается скорее технологическим способом. Домашнее задание проверяется индивидуально после каждого урока. Для того, чтобы потренироваться, у каждого есть тренажеры, причем мы стараемся использовать тренажеры, в том числе и бесконечного, скажем так, типа, в которых можно проходить много раз и будут все время разные числа, например, если про математику говорим, в условии. То есть само условие не меняется, а вот числовые варианты разные. То есть человек может, даже совершив ошибку, второй раз похожий пример решить и понять, что он действительно разобрался, в чем была его ошибка. Ну и так далее. Это тоже существенно экономит время. Опять же, индивидуализация образовательного маршрута в нашей ситуации нам не нужно ориентироваться на средний уровень в том смысле, что мы записываем видео таким образом, чтобы каждый мог для себя выстроить правильный образовательный маршрут. Если ему непонятно, он может вернуться к какому-то из фрагментов видео, еще раз его пересмотреть, задать вопрос учителю в чате, разобраться, дальше перейти к следующему фрагменту. Если кому-то очень кажется легко, он быстро просматривает и переходит к следующему фрагменту. Ну и, естественно, то, что я уже сказал, использование тренажеров для отработки практических навыков. Вот за счет чего достигается экономия времени. Вот тут вопрос пришел в чат про однотипные темы в разных классах. Вопрос ведь в том, что одну и ту же тему действительно можно к ней вернуться несколько раз. Изложение материала, оно должно для ребенка быть некой логичной последовательностью. То есть, если темы взаимосвязаны, то мы должны обязательно об этом говорить. Да, можно, конечно, рассказать в 7 классе о равенстве треугольника, а в 8 классе вернуться к подобию, как к обобщению равенства треугольника. Но, во-первых, многое уже будет забыто из того, что было понятно тогда. Да и, в общем, поскольку равенство в жизни практически не встречается, мы говорим про равенство реальных объектов, скорее подобие. Потому что, когда учитель рисует на доске треугольник, а дети перерисовывают его у себя в цитатке, они рисуют подобный треугольник. Потому что размеры доски обычно больше. Соответственно, дети рисуют похожий, но уменьшенный вариант треугольника. И рассказать сразу подобие, во-первых, вот вторая часть вопроса, проще ответить, что не все дети могут объяснить некоторую тему в 7 классе. Это, на наш взгляд, это заблуждение. Если человек с 7 по 8 класс вряд ли появится какой-то новый жизненный опыт. И поскольку я уже говорил, что математическая часть, подобие, это пропорции, которые, во-первых, дети знают с детства, во-вторых, вообще говоря, в математике школьной изучается в 5-6 классе, то никакой новой математической базы у него в 8 классе не появляется. И никакого-то жизненного опыта, которого не было бы в 7 классе, у него тоже не появляется. Поэтому считать, что в 7 классе ребенок не способен воспринимать, ну, на наш взгляд, это не совсем правильно, скажем, это какой-то недооценка способности ребенка. Конечно, он может. и просто вопрос к том, как это правильно подать. Поэтому мы считаем, что правильно в 7 классе рассказать общую идею, что есть предметы похожие, ну, я на примере уже подобие. Есть общие предметы по форме похожие, есть по размерам, и мы можем рассматривать различные комбинации. Мы можем рассматривать предметы похожие по форме, но отличающиеся по размеру, это вот подобие. Частный случай, это когда предметы похожие и по форме, и у них одинаковые размеры, это равенство. Можем изучать, например, предметы одинаковые по размерам, но разные по форме. Тогда мы приходим к понятию площади. Потому что, да, может быть квадрат, может быть круг, но у них может быть одинаковая площадь. С точки зрения того, как нам покрасить комнату или потолок. И сразу у ребенка тогда возникает некая общая картина. То, что мы называем формирование мировоззрения. А если мы эти темы будем разрывать, отдельно говорить про площадь, отдельно говорить про равенство, отдельно про подобие, то у ребенка так это останутся какие-то оторванные куски, никак не связанные между собой. Поэтому многие выходят из школы и говорят, ну мы выучили вот это, вот это. А как это все связано, я не знаю. Есть логарифмы. Но то, что логарифм, вот, например, мы смотрим сейчас новости про пандемию. То, что показательная степень логарифма, все это связано, экспоненциальный рост, то, о чем говорят экспоненты, что каждый раз прирастание пропорционально уже имеющимся величине, да, камешек катится с горы, задевает еще один камешек, уже два, они задевают еще два, их четыре, они задевают еще четыре, восемь и так далее. Вот это удвоение, легенда про купца, который шахматы, или изобретателя, который шахматы изобрел, да, про зернышки, что нужно было на каждой клеточке в два раза больше, и у шаха не хватило зерна во всем мире, да, чтобы выполнить условия мудреца. И так далее и тому подобное. Вот эти все вещи, они так и остаются некими оторванными, не связанными между собой. Хотя на самом деле, конечно, на наш взгляд, все это необходимо связать, и поэтому излагать именно вот в таком порядке. Я надеюсь, что я ответил на вопрос. Конечно, мы, с одной стороны, не претенуем на абсолютную истину, и кто-то может не согласиться с этими подходами, но наш опыт, и опять же, сейчас мы перейдем к тому, как мы проверяли вообще наши догадки и предположения, он показывает, что усваиваемость материала, да, и его понимание учениками не ухудшается, а только улучшается при использовании эффективных курсов. Ну, чем отличие главное? Ну, вот еще раз коротко, это более логичная последовательность тем, на наш взгляд, опять же, и другой подход к изложению материала. То есть вот те примеры, которые я приводил, и вообще это одно из важных отличий, не только вот экономия времени для ребенка, а еще и то, что мы принципиально по-другому стараемся начинать изложение новой темы, новых каких-то инструментов. Не сразу, как часто в школе делается так, вот определение логарифма, сформулируем, выведем свойства и давайте решать уравнение. Вопрос, зачем нужен логарифм, да, ведь несложно привести простой пример. Если у вас есть 8 коробок, в одной спрятана монета, вот вы задаете вопросы, да, нет, сколько нужно вопросов, чтобы найти ее, да, часто отвечают 7. Тут хорошо ребенку показать, что всего 3 вопроса достаточно, мы делим там лево или право. Он говорит, допустим, в левых 4 коробках, нет, значит, с правых делим опять первые 2 или вторые 2. И все, вот 3 вопроса достаточно, чтобы определить, в какой коробке монета. Вот мы ввели понятие логарифма 8 по основанию 2. Казалось бы, переход такой от коробочек, вполне жизненной, да, игры, до уже математического инструмента, который оказывается очень эффективным. Таких примеров можно привести много, и, конечно, в этом случае сразу у ребенка возникает некое уважение, что, ага, оказывается, вот этот инструмент, он применяется и для решения жизненной задачи. Но тогда, значит, может, действительно стоит хотя бы в общих чертах понять, что это за инструмент, как им пользоваться, возможно, в жизни он не пригодится. И вот этот другой подход мы, конечно, стараемся реализовать по максимуму в эффективных курсах. На данный момент мы уже сделали курсы, вот, алгебра, геометрия, физика 7-9 класса полностью. Математику 5.6 вот мы отдельно не трогали, мы пересняли и сделали такой, на наш взгляд, качественный, хороший, но стандартный курс, то есть он состоит где-то из 30-40 уроков в каждом классе. Мы не сокращали количество, мы сейчас думаем, как нам лучше сделать, потому что идея непосредственно эффективных курсов появилась чуть позже. Но вот подходы именно изложения в математике 5.6 у нас реализованы, правильные, на наш взгляд, а вот перекомпоновка нет. И, возможно, мы чуть позже вернемся к этой идее и тоже немножко усовершенствуем курсы математики 5.6. Вряд ли получится так коротко в 15 уроков, там все-таки очень большая базовая часть математических знаний излагается. Но то, что в 25-30 уроков можно всю математику в каждом из этих классов уместить, это однозначно. Кроме того, мы уже в этом году отсняли десятые классы, базовые уровни по алгебре, геометрии, физике. Мы их запустили в качестве экспериментального курса. То есть ученики могут выбирать между 10 классом обычным курсом стандартным или 10 классом базовым уровнем эффективных курсов. По геометрии мы 11 класс сняли также. И вот и 10-11 базовый и профильный уровни. И астрономию, вот общий курс из 7 уроков для 10-11 классов. Тоже в этом году запустили, и вот сейчас дети уже по нему учатся. Планы, которые мы себе ставим, то, что мы точно уже знаем, что 1 сентября мы доделаем 10-11 класс математику и физику, где необходим базовый уровень, где необходим и профильный уровень доделаем. В дальнейшем мы планируем двигаться в сторону химии, биологии и начальной школы. Особенно начальная школа нас, конечно, волнует, потому что там очень много есть разных способов и подходов к изложению, и нам кажется, что далеко не все они удачные. А на самом деле, как говорит основатель проекта Михаил Иванович Лазарев, как раз начальная школа – это высшее образование, которое получает человек, потому что все остальное потом это уже все наши, как говорят, проблемы, и все наши, соответственно, и отсутствие проблемы, но и с детства. И вот первые 4 класса, они очень важны. Поэтому мы планируем много внимания уделить именно начальной школе. Вот то, что я анонсировал, говорил про апробацию и внедрение эффективных курсов. Естественно, такой, ну, скажем так, революционный подход и уменьшение количества уроков до 15, с 64 раза, он вызывал некие сомнения и у авторов идей, и у остальных участников образовательного процесса. Поэтому мы приняли некий регламент для того, чтобы наши курсы можно было использовать в образовательном процессе. То есть сначала проводится эксперимент. Мы записываем курс, вставляем планирование, подготавливаем материалы и запускаем два курса по одному классу. Ну, например, алгебра 7 – стандартный курс, алгебра 7 – эффективный курс. Ученики имеют право выбора. Мы предлагаем, мы рекламируем эффективный курс, рассказываем о его преимуществах, но никого не заставляем, у нас тут дело сугубо добровольное. Как показывает опыт, около 20% учеников в среднем выбирают эффективный курс в качестве курса для обучения. У многих приличает, конечно, сокращенное количество уроков. Для кого-то важен именно самообразовательный подход другой. Кому-то нравится больше учитель, может быть, который рассказывает уроки в эффективных курсах. Ну, в частности, по физике у нас ведет уроки такой достаточно популярный блогер QWERTY Дима Побединский. В общем, причины разные, но статистика неумолима в том, что около 20-30% учеников сами добровольно выбирают эффективный курс. Дальше мы делаем две контрольные группы. То есть мы отслеживаем 20-30 человек группу. На самом деле, в первой четверти она чуть больше, около 50, потому что мы знаем, что кто-то может в течение года, ну, во-первых, кто-то может уйти из школы, а в целом кто-то может поменять курс, например, со стандартного уйти на эффективный или наоборот. Поэтому, чтобы у нас к концу года оставалась контрольная группа не меньше 20-30 человек, мы начинаем с 50. И вот эти две группы, одна учится по стандартному курсу, другая по эффективному, мы отслеживаем на протяжении учебного года. Начинают они с входного тестирования, потому что понятно, что динамику нужно отслеживать относительно базового уровня. Может оказаться, что в одной группе просто исходные дети были чуть сильнее, и неудивительно, что их результаты и оказались чуть сильнее. И вот эту группу мы отслеживаем по четвертям. Мы сравниваем оценки за домашние задания, мы сравниваем оценки за итоговые работы, мы сравниваем оценки за по четвертям и годовые. Критерии для того, чтобы наш эффективный курс был признан уже готовым к употреблению, скажем так, к тому, чтобы пользователи его могли изучать окончательно, это то, что показатели контрольной группы эффективного курса должны быть не меньше, чем у стандартного курса. Почему не меньше? Почему такое, ну, может быть, не обязательно больше? Потому что мы считаем, что даже если будет равенство показателей, но при том, что одни дети потратили в три раза меньше, или в два с половиной раза меньше времени, чем другие на изучение материала, это все равно большая победа. То есть даже если мы по качеству не сделали шаг вперед, но и шаг назад остались на месте, то, по крайней мере, по количеству времени, затраченным на получение того же качества, мы существенно выиграли. Поэтому такой вот осторожный критерий не меньше. И после того, как мы детей провели, посмотрели, у нас действительно в конце года получилось, что дети учатся не хуже, а то и лучше на эффективных курсах, то мы принимаем решение о том, что со следующего учебного года этот курс уже может выступать в роли основного. Ну, вот в этом году у нас алгебра и геометрия 7 класс, уроки сделаны. Вот основной курс, единственный курс, который у нас есть для наших учеников, это эффективный курс. Есть точечный, но очень небольшой процент, скажем, недовольства со стороны родителей, которые просят вернуть альтернативу со стандартным курсом, но, во-первых, любое новое, нечто новое всегда встречает, ну, настороженное отношение, и мы понимаем, но мы стараемся объяснять и стараемся рассказывать, что действительно уменьшение количества уроков, оно не, во-первых, не ухудшает и не уменьшает объем материала, а, во-вторых, ребенок сам может регулировать, на самом деле, время, которое он тратит на изучение предмета, потому что уроки эффективных курсов у нас делятся на небольшие видеофрагменты в размере 5-7 минут, между которыми есть промежуточные тесты, то есть человек, просмотрев какую-то часть видеоурока, может пройти этот тест, проверить себя, понял ли он то, что он посмотрел, если не понял, то вернуться, еще раз пересмотреть, если понял, то пойти дальше. То есть плюс, опять же, повторюсь, тренажеры, различные тесты, которые не на оценку, то есть до выполнения домашнего задания. К каждому уроку у нас есть обязательно онлайн-консультация, где учитель подробно размирает какие-то сложные моменты, которые не вошли в видео, или уже возникшие после просмотра видео вопросы, отвечает на них, и после этого уже ребенок может приступать к выполнению домашнего задания. То есть здесь все-таки понятие урока – это не школьные 45 минут, а даже несмотря на то, что видеоурок может длиться 20 минут, время на изучение одной темы, которая охватывает этот урок, оно может у кого-то занять полчаса, у кого-то три часа. И мы, конечно, здесь очень многое зависит, ну как вообще в онлайн и дистанционном обучении, очень многое зависит либо от родителей, либо от умения ученика самостоятельно распределять свое время и оценивать свои возможности и силы. Я приведу тут одну таблицу. Это в прошлом году у нас был эксперимент, о котором я говорил, и в частности во второй четверти, их очень много, то есть пока за четвертью есть такая таблица по классам. Я специально выбрал такую, где не все показатели гладко, чтобы не было ощущения, что взяли только одну четверть, и именно там, где все хорошо, показали. Вот можно посмотреть оценки по классам, по стандартным, по эффективным курсам, увидеть, что у нас в седьмом, восьмом, это, если не ошибаюсь, предмет, по-моему, физика, да, и вот в седьмом, восьмом, девятом классе у нас оценки на учеников в эффективных курсах выше, а, например, в девятом классе несколько ниже, на восемь сотых, хотя это текущие оценки, хотя вот средний балл за четверть, то есть с учетом итоговых работ, по эффективным курсам даже в девятом классе все на три сотых, но все-таки выше, чем в стандартных курсах. То есть вот такие таблицы мы ведем, мы отслеживаем, мы анализируем. У нас были случаи, когда были по каким-то четвертям провалы, когда результаты учеников были хуже по эффективным курсам. Мы пытаемся анализировать, почему это происходит, либо опрашивать, либо сами видим, где-то какие-то вещи добавляем, ветки доснимаем, то есть вот эти ответвления разъясняющие, либо тренажеры, либо, может быть, сами видео как-то корректируем, и уже смотрим, чтобы все-таки вот этот провал был нивелирован, и результаты, которые дети получают, действительно эффективных курсов были не хуже, чем стандартных. Как и любое изобретение, скажем так, педагогическое и любое, кроме плюсов есть еще и минусы. О минусах мы знаем, скажем, это не то, что минусы, но скорее просто другая сторона медали. У нас есть ряд отзывов пользователей, которые и вопросов, которые спрашивают, не боимся ли мы, что вот такие паузы между уроками, а в домашней школе 34 учебные недели, и, соответственно, уроки, вот у нас 15 уроков, алгебра 7 есть 12, 11 уроков по геометрии. Получается, что урок в среднем проходит раз в две недели, в две, иногда даже в три. И, конечно, многие переживают, что ребенок забудет, что было, у него не хватит памяти, ресурса, еще чего-то, то есть ухудшится восприятие предмета. Ну, во-первых, мы все-таки, опять же, стараемся объяснить, что ребенок сам может распланировать свое расписание, естественно, не обязательно весь урок проходить за один раз. Во-вторых, ведь переход от обычной школы к домашней уже подразумевает, например, что в школе математика идет 5-6 уроков в неделю, а в домашней школе все-таки два урока, один по алгебре, один по геометрии. Мы говорим сейчас про стандартные курсы, то есть все-таки регулярность на дистанционном обучении она уже меньше, чем в обычной школе, но это не означает, что ухудшается восприятие материала, ведь 14 тысяч учеников, которые у нас учатся, в общем, довольны и говорят о том, что им лучше учиться в домашней школе и на дистанционном образовании, чем в очной школе. Поэтому регулярность – это все-таки важный, но не краеугольный камень в образовании. Во-вторых, у нас есть дети, которые хотят, вообще говоря, учиться, скажем так, проектно, но имеется в виду, что, например, в первую четверть учить математику, физику, информатику, к примеру, то есть точно науке, да, потом вторую четверть учить химию, биологию. Есть ряд исследований, которые подтверждают, что, в принципе, такая схема обучения, когда ребенок глубоко погружается, его не заставляют каждый, как в обычной школе, там 45 минут ты только включился на географию, тебя выдернули, тут уже русский язык. Только ты русский язык начал погружаться, тебя выдернули уже математикой. Конечно, такой эффект полного погружения, когда ты занимаешься только чем-то одним, он, ну, наверное, особенно если это касается такого глубокого погружения, он полезный и правильный. Поэтому вот для таких детей, опять же, эффективные курсы очень удобны, потому что 15 сроков действительно можно пройти, там, скажем, за полгода, и в следующие полгода заниматься другими предметами. Но мы понимаем, что раз есть такие отзывы, раз есть запрос, то нужно подумать, как можно заполнять паузы, которые возникают, как можно вообще превратить минусы в плюсы. Это главная задача любого изобретателя, и вот какие у нас есть мысли, и что мы уже делаем. По физике, химии, ну, и там, биологии так будет, мы планируем делать то, что в обычной школе очень часто, к сожалению, пропускается, ввиду нехватки времени, отсутствия оборудования и так далее, это лабораторные работы и эксперименты. Вот по физике мы уже одну такую лабораторную работу записали, она выложена у нас на канале интернет-урока в Ютубе. Пока это такой пробный шар по физике 7, план работы у нас есть. Я думаю, что в течение следующего учебного года мы вот начнем уже такой курс, как по нескольким классам лабораторных работ запишем. Есть, конечно, определенные сложности, как лабораторную работу перенести в онлайн-режим, но у нас есть идеи, как это можно реализовать, в том числе и с помощью современных технологий, имеется в виду технологическую часть, чтобы действительно было такое ощущение полного погружения, да, и действительно была возможность у человека выбрать, какое действие сделать в тот или иной момент лабораторной работы, и в зависимости от выбора получить тот или иной сценарий, то есть такое сценарное будет возможность лабораторной работы. Ну, это такие пока наметки идей, планы, надеюсь, что у нас это получится сделать. Ну, естественно, то, что касается точных наук, это различные тренажеры, вот о чем я говорил в первой части, третий уровень нашей школы, это заполнить вот эти вот пропущенные недели, скажем так, различными тренажерами, в которых, решая которые, человек, во-первых, вспомнит то, что было на предыдущем уроке, возможно, подготовится к тому, что будет дальше, и сам попробует, решая различные знания, постепенно, постепенно научиться приходить к каким-то алгоритмам решения тех или иных примеров. Опять же, раз мы говорили, что нужно менять содержание образования, то мы можем и рассчитываем в качестве такого факультативного и, по крайней мере, дополнительного инструмента ввести в эти паузы необязательные, добровольные для изучения, но все-таки материалы из курса другой математики, то есть те предметы, точнее, те темы, которые сейчас в школьную программу не включены, но мы считаем их очень важными и полезными для понимания того, что происходит в мире и вообще для формирования мировоззрения. Ну и то, что касается старших классов, 9-11 класс, естественно, мы уже сейчас это делаем и планируем сделать в дальнейшем, это добавление в эти вот паузы, курсов подготовки к ОГЭ, ЕГЭ. Понятно, что в том же 10-11 класс можно спокойно, планомерно готовиться к ЕГЭ, постепенно все вспоминать и делать это не как обычно делается в авральном режиме в последний месяц, а вот постепенно, постепенно и к концу уже 11-го класса иметь все необходимые знания для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ. Хотя мы, конечно, не считаем ЕГЭ и подготовку к ЕГЭ главной целью школы, но все-таки ЕГЭ – это инструмент для проверки знаний, а все-таки главное – это чтобы человек понимал и умел использовать на практике различные инструменты, там, тематики, физики. Но поскольку ЕГЭ все-таки инструмент проверки, он есть, то, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наши выпускники его успешно сдавали. И вот одно из преимуществ возможных эффективных курсов в том, что для этого будет больше времени, особенно в старших классах. Это, в общем-то, все, что я хотел рассказать по эффективным курсам. Всем спасибо за внимание, и тем, кто в онлайне посмотрел, и тем, кто, возможно, будет смотреть в записи. Я надеюсь, что вот это наше такое изобретение пригодится и будет полезно тем, кто захочет эффективно и, на наш взгляд, правильно изучать школьную программу. Мы будем работать над развитием эффективных курсов и дальше. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова